Советский офицер-танкист В нынешнем поколении, с тем поколением, которое жило, их прадеды, деды, должна быть связь, связь должна быть не только на словах, а прочувствовать тот жизненный период, который люди прожили. Поэтому мы должны сейчас нашим детям рассказать, показать, донести, воспитать в них чувство гордости за тех людей, кто смог им достичь такое чистое небо над головой. После окончания восьмилетней школы Геннадий Корюкин учился в школе фабрично-заводского обучения, ныне многопрофильном техникуме. Когда началась война, ему было 17. На фронт в силу возраста юношу не взяли. Тогда он пошел учиться на ускоренные курсы в Ульяновское танковое училище, которое закончил с отличием. Своим дядей гордится его племянник. Он пришел на открытие памятной доски. Моя мама, Вера Петровна Корюкина, это родная сестра. Я в свое время, когда она еще была жива, очень много слышал и рассказов. И она делилась со мной всеми важными событиями, которые были в их жизни. И на момент войны и уже после его гибели, когда она осталась одна, но он, как герой Советского Союза, имел право получать соответствующие льготы. И вот она после войны всю жизнь помнила, естественно, об этом, о своем брате. В 1967 году Сергей вместе с своей мамой нашли место, где захоронен Корюкин. В поселке Краковец Львовской области. На могиле героя установлен памятник. А в Ульяновске центральная улица названа в честь Геннадия Петровича.